здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня я предлагаю вам посмотреть один рецепт как я готовлю ребрышки барбекю еще они называются перрибс это такие ребра которые готовятся в духовке потом глазируются специальным соусом и получается очень вкусное блюдо ну что сейчас мы их замаринуем и будем оставить на 2 их мариноваться а потом я покажу вам дальше значит сначала нам надо будет немножко обработать вот здесь есть такая шкурка которую нам надо снять при помощи бумажной салфетки вот так это делается и так поступаем со всеми тремя значит смотрите мы вот так ложечкой возле кости поддеваем потом берем салфетку чтобы у нас не скользила и стягиваем вот и все все значит шкурку мы сняли теперь нам нужно масло у меня такое подсолнечное масло из такие специи они уже специально для барбекю это в любом магазине можно такие купить значит мы наливаем немножко масло масло нам нужно чтобы специи лучше взаимодействовали с мясо растираем с обеих сторон так чтобы они все были в масле также делаем и теперь обильно посыпаем специями специях уже все и соль поэтому солить не надо будет и вот так проделываем со всеми тремя ну все первый первый этап мы сделали теперь оставляем часа на два их мариноваться а потом я покажу дальше как мы это будем делать в духовке как будем глазировать и какой у нас результат получится все ну что дорогие мои два часа у нас прошли к наши ребрышки достаточно промариновались и я забыл сказать от какой части эти ребра это вырезаны из корейки ребра они такие имеют такую форму пластины и они изумительный вкус имеют вот между ребрами они такое мясо у них очень вкусно поэтому если есть возможность попробуйте один раз такие ребра значит что мы делаем теперь мы кладем ребра на противень еще духовку я уже разогрел до 150 градусов так вот как раз под 3 полосочки у меня противень и теперь обязательно накрываем фольгой значит смотрите полтора часа при 150 градусов под фольгой мы будем это делать потом фольгу снимаем я покажу как дальше мы будем глазировать у меня сегодня два разных маринада это с запахом ну с ароматом копчения и один с медом и виски и посмотрим какой будет вкуснее ну многие делают эти соусы сами но я считаю это не так важно потому что они все вкусные и у всех там почти одинаковые составляющие ну все у нас полтора часа прошло сейчас достаем вот так выглядят они сейчас значит мы берем вот этот который с виски и медом вот так вот так вот так это Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Решетку. Смотрите продолжение в следующей серии. Добавляем температуру до 200 градусов. Итак, полчаса, потом проверим. По идее за полчаса должно быть уже готово. Ну всё, полчаса прошло. Теперь наши ребрышки должны быть готовы. Вот так они у нас выглядят. Вот эти были с соусом, где присутствуют виски. А вот это копчёные. Ну и сейчас пойдём их пробовать. Ну что, у нас наступил долгожданный момент дегустации. Сейчас мы попробуем наши ребрышки. Что же можно устраивать. Поехали. Ммм. Доктор, вы меня завтра выпишите. Оно прямо отходит от кости. Это было... С копчёным соусом, а это с виски и мёдом. Ммм. Который с миской и мёдом. Конечно, вкус намного интереснее. Всё. Спасибо за просмотр. И с наступающими праздниками.